Всем привет! В этом видео я покажу как сделать вот такой дизайн ногтей с акриловой пудрой и также расскажу о бюджетных гель-лаках фирмы Олег с объемом 10 мл. У всех гель-лаков плоская и упругая кисть. Начну с номера 113. Это красивый сиреневый оттенок, который лег в три тонких слоя. Номер 140. Это камуфляж. Придает ногтевой пластине приятный розовый оттенок. 159 номер хорошо лег в два слоя. Кстати, у этих гель-лаков интересное название. Этот, например, горькая орхидея. А следующий 186 оттенок молоко. Также достаточно двух слоев. Следующие гель-лаки, которые я покажу с помеченным цветом на крышечке. Голубой оттенок 131 с краплением микроблесток. Лег в два слоя. Номер 038 просто розовый. Лег также в два слоя. И последний кошачий глаз номер 002. Нанесу его в один слой на черную подложку. После магнита получается четкая и красивая полоса. Приобрести эти гель-лаки можно в интернет-магазине alexanail.com.ua Ссылочка в описании. Для дизайна нанесу сверху мантовый топ этой же фирмы. Он средней густоты и не имеет достаточного липкого слоя. После сушки имеет мантовую поверхность без проплешин с первого слоя. Добавляю на свою палитру гель-лак горькой орхидеи. Это тот же оттенок, что был у меня для фона. Далее рисую овалы и круги рядом друг с другом. И маленькое пространство между ними закрашиваю. Не просушивая, посыпаю прозрачной акриловой пудрой. Затем отправляю в лампу и сушу подольше. Счищаю лишнее щеточкой. Можно нанести мантовый топ и на кошачий глаз. А затем таким же способом нарисовать узор. В конце проявились маленькие блесточки гель-лака на узоре. Можно нарисовать узор и потом присыпать частично белой акриловой пудрой. Остальное прозрачной. Получается интересный эффект с переходом оттенка на узоре от светлого к более темному. На голубом фоне создался эффект морской волны. А на темных оттенках этот переход смотрится более заметным. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых видео.